Набираем 1200 лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем здарова ребят, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Барселону в PS2020. Спасибо вам огромное за поддержку, к прошлой серии вы набрали больше 1700 лайков. Это очень круто, давайте ребят попробуем под этой серией набрать больше 1500 лайков. Я думаю для вас это вообще не составит никакого труда. Усаживайтесь конечно поудобней, прожимайте лайк, прожимайте колокольчик. Также если вы новенький, то подписывайтесь и сегодня нас ждут весьма жаркие матчи ребята. Сначала мы доигрываем предсезонный турнир, у нас встреча с Локомотивом мы продолжаем разминаться. После этого у нас супер кубок против Атлетика Мадрид. Ну а также сегодня нас ждет еще и матч с Мадридским Реалом. В общем, можно сказать все топовые встречи чемпионата Испании сегодня нас с вами ждут. Большинство в комментариях ребята все-таки сказало, что нужно оставить Суареза, дать ему еще поиграть. Все-таки трио Суарез, Месси и Наймар возвращается. Также ребята поставил я Наймару 11 номер, как просило большинство в комментариях. Ну и ребята погнали на игру. Самое забавное, друзья, что на следующий день, после того, как я записал прошлую серию и купил Наймара, в Песке вышло обновление и они обновили стрижку Наймару. Теперь он не с розовыми лосами, теперь он коротко стриженный. Также они обновили стрижку Криштиану Роналду, сделали ему косичку небольшую сзади. Ну и ребята, давайте начинать. Сегодня наше трио нападение не осталось, кстати говоря, без Гризмана на поле. Он будет играть у нас под Суарезом. Рядом с ним будет играть также Ракитич и чуть ниже Видаль. Посмотрим, на что способен Локомотив. Для них это шанс показать себя, это шанс поиграть с хорошим клубом. Ну и ребята, это шанс, в принципе, для такой команды из РПЛ подзаработать деньжат на старте сезона. Ну а мы просто разминаемся и приходим в форму для, так скажем, хорошего выступления против уже Мадридского Реала и Атлетика Мадрид. Нельсон Семеду. Меня спрашивали очень часто, почему я не использую какие-либо финты. Потому что, честно скажу, ребята, вот в Песке они очень такие неэффективные, на мой взгляд. Даже те же ложные замахи, которые в ФИФЕ проходят на ура, здесь выглядят очень медлительными, очень вялыми. Кстати говоря, у нас уже был первый удар. Это Ракитич пробивал Суарез. Потолкался, получил по ногам и арбитр разрешает играть. И, кстати говоря, посмотрите-ка, как Лока активно идет в атаку. Но здесь спокойненько мяч в руки забирает Терштеген. Быстро выбрасывает его к центру на миссии. А вот здесь ошибка. Ракитич. Передача на Неймара. Неймар с мячом. Ну же, Неймар. Удар по воротам. Неймар возвращается, ребята. Тринадцатая минута. 1-0. Ракитич здорово. С шведкой выдал передачу на партнера. Неймар залетел в штрафную. И технично поразил дальний угол. И снова Ракитич. Снова его перехват и попытка передачи на Суареза. Робертсон пошел встречать соперника на фланге. Пошла подача. Здесь играем довольно спокойно. Но мяч все равно достается футболистам Локомотива. Как же здорово сегодня действует Ракитич. Суарез. И снова классная передача на Неймара. Неймар. Ну что, ребята. Неймар оформит дубль. Еще один удар. И Неймар забивает второй уже с левой ноги. Дубль Неймара. Передача Суареза. Пока что не заметен Месси. Но я думаю, это до поры до времени. Ликует стадион. Был близок галкипер Локомотива к тому, чтобы отбить этот мяч. Но Неймар хорошо его крутанул с левой. Не в итоге. Тот скользнул под галкипером. У нас 2-0. Вот так вот мы отвечаем. Атакой на атаку, можно сказать. Локомотив имел свои моменты. Не забили. А на контратаках, на отборе Ракитича, 2 хорошие наши контратаки. И 2 мяча Неймара. И снова Лока в атаке. Вот это неплохо. И уже, ребята, Терштеген в игре. Ну, ребят, что за привозы-то? Ну, здесь было нарушение уже против нашего защитника. Все активнее. Локомотив подходит к нашим воротам. Лангле. Молодцом. Здорово. Месси. Это Суарес. И вот здесь он пытался сделать передачу. Неймар подхватывает. Ракитич. И третий. Не без помощи Неймара. Залетает третий мяч под занавес первого тайма. Мы пока что легко расправляемся с Локомотивом. Здесь не получилось передачу. Но посмотрите, как Неймар. Здорово. С каким желанием играет этот парень. Он рад, что он вернулся. И, ребята, 3-0 в первом тайме. У Локомотива в первом тайме было достаточно моментов. Достаточно подходов. Но лишь один акцентированный удар прошел по воротам Терштегена. С которым он без проблем справился. Мы же огорчили соперника три раза. И я думаю, на этом мы не будем останавливаться. У них, кстати говоря, прошла замена. Вот это ошибка. И Терштеген в игре. Ребят, мы дарим. Дарим Локомотиву моменты. Месси. Бьет Месси. Но мяч летит прямо по центру. Неймар. Как проскочил соперника. Неймар штрафной. Убрал. И вот здесь был удар чуть сильнее. Как же здорово. Неймар разобрался со своим оппонентом. Это Гризман. Читает игру. Месси. Пас на Неймара. Ну же. Мы просто сейчас задавили Локомотив. У нас последняя пятиминутка. Локомотив пытается что-то еще придумать. Подача. И мяч все-таки залетает в сетку. Один гол. Один гол. Локомотив отыгрывает уже под самый занавес. И здесь не доработал немножко наш защитник. Продавили его. Ну это в принципе предсезонный турнир. Это не борьба за какие-то титулы. Ну и здесь Лангле, который сегодня уже не раз ошибался. Антон Миранчук появляется у Локомотива. Ну не поздновато ли эти замены проводит Лока. Мы делаем замены просто из-за усталости. А они пытаются как-то перестроить игру. Это, ребята, победа. Это победа на предсезонном турнире. Ну и сейчас нас ждет суперкубок против Атлетика Мадрид. Как мы видим, Наполе крупно выиграли у Фенера Бахче. И в итоге они вторые. Нет, они первые. Они первые, ребята. Вот это да. Я честно думал, что все-таки мы побеждаем. Хотя странно, что нам показывали кубок в начале этого матча. Получается, мы его не завоевали. У нас матч против Атлетика Мадрид. С мадридским Реалом у нас два матча. Но сегодня мы сыграем лишь один. Вся развязка будет в следующей серии. Как мы видим, Гонсало Игуаин перешел в мадридский Реал. Вот это трансфер, конечно, так трансфер. Что еще хотелось бы сказать? Смотрите-ка, Мертонс перешел в Ювентус. И, в принципе, пока из трансферов каких-то из новостей это все. Ну что, давайте смотреть, в каком составе наша команда готова выйти на эту игру. Так, Суарес, Месси, Дембеле. Видали, Рафинья, Неймар, Гризман, Мартинес. Кстати говоря, вот Мартинес может выйти с первых минут. Так, Ракитич, Фрэнки де Йонг, Робертсон, Жорди Альба. Давайте посмотрим, кто у нас здесь. Ансуфати мы возьмем с собой вместо Гризмана. Также, также. Орель Бускец. Ребят, решил я его оставить. Однофамилец Бускеца. Пускай, пускай парень прибавляет. Он был в аренде. 75-й рейтинг. В принципе, я думаю, с несильными соперниками его можно будет выпускать. Ну и, ребят, давайте начинать. Тарштеген пускай набирает форму для матча с Мадридским Реалом. Ну а мы погнали на игру и посмотрим, как же у нас получится сыграть. Так, только форму. Давайте Атлетика Мадрид немножечко форму мы изменим. Пускай они сыграют вот в такой вот ядовито-красный. А мы сыграем давайте вот в такой, в третьей резервной форме. Ну и, ребята, поехали. Суперкубак. Атлетика Мадрид-Барселона. Стадион спортинга приветствует команды, приветствует болельщиков. И посмотрите-ка, сегодня у нас наш галкипер, можно сказать, почти в полевой форме. Он немного сливается с остальными участниками команды. Ну и давайте, друзья, приступать. Как я вижу, Атлетика Мадрид готов во все орудия. Они выпустили довольно серьезный состав. Ну, в принципе, и у нас тоже парни не из резерва вышли. Так что, я думаю, эта игра должна быть интересной. И сразу же, посмотрите, как Фрэнки де Йонга накрывает. А вот здесь немножечко Мартинес. Не успел к мячу. Пока немножко на ошибках играют команды. И вот первая атака Атлетика Мадрид. Но здесь спокойно вышел наш галкипер. Мяч забрал. Уходит Лионель. Пас на Мартинеса. Но там Яноблок. Ну и, как мы видим, вот две сквозные передачи у одних, у других пока равенство и безопасных моментов. Мартинес. Передача на Дембеле. Вот это неплохо. И Дембеле-то простреливал, а не бил. Удар с правой Месси. Еще один. И Яноблок забирает мяч в руки. И сразу посмотрите, какой вынос мяча на Жао Феликса. Сейчас Атлетика пытались очень быстро мяч доставить в атаку. Мартинес выбегает. Один на один. Удар Мартинеса. И чуть выше девятки. Пытаются очень активно пойти вперед одни, пойти вперед другие. И вот меня чем очень сильно раздражает Пиэс. То, что здесь очень-очень долго бывает переключает игроков. И снова посмотрите, какая передача. Мартинес. Дембеле. Ворвался Дембеле в штрафную. Попытка передачи на Леонеля Месси. Месси. Молодец. Мартинес. Снова Месси. Удар Месси. Штанга. Ян Облак как будто был не готов к такому удару. Мы прекрасно знаем, как Леонель Месси умеет бить поворотом. И здесь посмотрите, какая закрутка мяча. Ну серьезно, ребята, серьезно. Еще удар. Ну и пока не разбериха в центре поля. Не получается у нас иногда доставить мяч до партнера в Дембеле. Жорди Альба пошел сам. Подача. Мартинес. До удара дело не дошло. Фрэнки де Йонг. И спасает сейчас Ян Облак. Ракетич. Снова Фрэнки де Йонг. Мартинес. Развернулся. Мартинес. И гол. 1-0. 42-я минута. Вот она игра Мартинеса. Быстрая, хлесткая и результативная. Классно разыграли. Какой пас от Дембеле. И Мартинес просто на одном движении уходит от защитника и посылает мяч под перекладину. Здесь уже Ян Облак бессилен. И на 42-й минуте наконец-таки наша команда выходит вперед. И снова ошибка. Пока у нас получается сдерживать Атлетика Мадрид. И в принципе у них было пара моментов. Наверное, больше из-за наших ошибок. А нисколько из-за того, что создали именно они. Вытесняем. Вытесняем сейчас соперника. Какой ложный замах прошел. Вот почему у меня они не проходят так эффективно. Лодим. Подача. И на вынос. Нет, мы не добегаем даже до мяча. Что это, ребята? Неужели пенальти? Кажется, ребята, это одиннадцатиметровый удар. Ну, я надеюсь, хотя бы без красной карточки. Бускец говорит, что ну я играл аккуратно. Смотрим, смотрим. Жао Феликс. Ну, конечно, конечно, это было в одиннадцатиметровой. Но Бускец показывает, посмотри-ка повнимательней. Нет, это у нас, ребята, одиннадцатиметровый. По углам раскидывает футбольный снаряд иголкипера Лемар. И Атлетика Мадрид сравнивает счет. Один-один. Ну, вот так вот начинается второй тайм. Передача на Месси. Месси, Месси. Удар Дембеле. И мяч прокатывается рядом. Ракитич. И снова что творит Яноблак. Удар поворотом. Нетто забирает мяч в руки и быстренько вводит его вперед. Подача Фати и Мартинос мимо. Подача в штрафную. Удар нет. Мы отбиваемся. Еще удар. И снова наш галкипер спасает. Атлетика отбивается. Здесь травма у Лемара, не знаю. Оставят ли его. А они меняют защиту. Окей. Передача во фланг. Жао Феликс. Подача. Вот это момент. Сейчас Атлетика могли все закончить. Нас ждут два дополнительных тайма по 15 минут. Посмотрим, что из этого всего получится. Здорово. Ансу Фати. Пока он свеженький. Надо бежать. Фати с мячом. Ансу Фати спасает здесь Яноблак. К сожалению, ребят в Пиеске не слышали про четвертую замену в добавленное время. Пошла подача. И будет аут в нашу пользу. Дает арбитр еще поиграть. Команды устали, ребята. Это чувствуется. Атлетика хочет выиграть в эти дополнительные минуты. Они изо всех сил сейчас, как я вижу, идут в атаку. А это наш шанс. Это наш шанс подловить. Параллельным курсом бежит Мартинос. Передача. Ну же Мартинос. Мартинос забивает, ребята. 2-1. Вот так вот. Очень часто команды в этих карьерах на последних минутах добавленного времени убегают всей командой в атаку. И здесь более-менее свеженький Фати отдает передачу на Мартино, за которой встречает Янаоблако противоходом. И поражает дальний уголок. 113-я минута. Вот это, ребята, жара. Еще ничего не закончилось. Еще одна подача. Удар ножницами. Это кто? Диего Коста так пробивал? Он может. Этот парень может пробить откуда угодно, как угодно. И даже вот так вот. Но, мне кажется, если бы они выигрывали, то это было бы оправданно. А так. Атлетика в атаке. Последняя минута. Подача. И летел Жау Феликс на этот мяч. Все. Тяжелая победа. 2-1. Атлетика Мадрид могли забить. Могли выиграть. Могло это все закончиться еще и в основное время. Но, в итоге, в добавленные минуты, точнее, в два добавленных тайма мы все равно побеждаем. 2-1. Очень, очень тяжелый матч. Атлетика здорово смотрелись. Ну и сейчас нас ждут, ребята, не менее сложные матчи с Мадридским Реалом. И у нас, ребята, первый матч Испанского Суперкубка. В прошлом сезоне мы смогли этот трофей выиграть. Давайте посмотрим, как у нас готова команда сейчас. Итак, нам предлагают Неймар, Суарес и Мисси. Также давайте-ка попробуем Гризмана вместо Мисси. Так, Видаль. Окей, окей, окей. Смотрим, кто еще здесь у нас есть. Ансу Фати выйдет у нас, если что, на замену. Вместо Бускетца. Так, Умтити. Фирпа, Жорди Альба, Нельсон Симеду. Давайте возьмем с собой однофамильца Бускетца. Пускай тоже он у нас будет. Дембеле, Фрэнки, Де Йонг. Рафинью. Вот, я думаю, Рафинью можно взять с собой вместо Кукуреллы. И, ребята, вот такой состав отправляется на игру. Кстати, Нельсон Симеду, у него немножко не самое лучшее настроение. Смотрим на состав Реала. Здесь, как мы видим, Ля Казет и Азар. Бензима. Как я понимаю, здесь Игуаин еще не присоединился к их команде. Он еще где-то гуляет. Асенсио, Гаррет Бейл. То есть, в принципе, такой немножко олдскульный состав Реала. Ну и, ребят, поехали. Посмотрел я сейчас на трофей нашего тренера. И у нас всего четыре кубка получается. Не так-то много мы пока что выиграли. Команда находится в подтрибунном помещении. Первая встреча проходит у нас дома. Напомню, что это двухматчевое противостояние. Ну и, ребята, поехали. Пытаются играть на коротке. Здорово. Ух, какая скорость. Но не они играли 120 минут против Атлетика два дня назад. Поэтому они выглядят, конечно, посвежее. Не посмотрите. Первая неплохая атака. Все очень здорово. Посмотрите, как пропустил Сибалес, по-моему. Мяч между ног специально на партнера. И у нас первый угловой. Четвертая минута. Пошла подача. Ну и вот так на вынос. Вроде бы корпусом здорово оттеснил соперника. А передачу отдал потом не точную. И снова Гризман немножко ошибается. Чуть-чуть передерживает мяч. Неймар. Молодец. Разобрался. Здесь Робертсон. И сразу же пытался быстрым пасом найти Суареса. Впереди. Аут в пользу мадридского Реала. И, как мы видим, Азар и Бейл частенько меняются местами. Здорово. Неймар. Пас в центр на Ракитича. Вот это неплохо. Ракитич разгоняет атаку. Передача на Гризмана. Гризман. Штанга. И Куртуа забирает мяч в руки. Вот он моментище нашей команды в этом первом тайме. 4-1 по ударам в пользу мадридского Реала. Пока что чувствуется их свежесть. Но, повторюсь, это не они. Играли 120 минут два дня назад против Атлетика Мадрид. Заброс за спину. Но и игрок Реала не успел. Пас в центр. Выстрел Видаля. Его накрывают. И мадридский Реал несется в контратаку. И вышел Терштеген. Молодцом. И какой пас на Суареза. Выход один на один. Ну же, Суарез. Гризман, забей. Какой момент, ребята, за минуту до конца. Суарез смог забить. Из последних сил бежал. Но... Будто силы для удара уже не хватило. Ну и Куртуа молодец. Исход, ребята, испанского суперкубка. Вы узнаете уже в следующей серии. Поддержите как можно большим количеством лайков этот ролик. И вы увидите эту серию быстрее. Огромное спасибо за просмотр и поддержку. С вами был Локи. Увидимся. Пока-пока.